друзья продолжаем нашу специальную рубрику для любителей кошек мы уже рассказывали про манчкинов бенгалов норвежек саванн и впереди нас ждет еще много интересных пород но сегодня у нас гостяк котик с необычной внешностью встречайте ориентала экзотическая внешность которого его главный козырь взрослая рентальная кошка чем-то напоминает инопланетного пришельца ошибочно телепортировавшегося на нашу планету и пытающегося наладить контакт с ее обитателями кстати это вторая кошка с другой планеты первая моргай ролика который можно найти в плейлисте кошки и так начнем с истории появления этой оригинальной породы генетически ориентальные кошки близки к сиамам вместе с которыми в 19 веке их стали вывозить из таиланда британские заводчики не рассмотрели или не пожелали рассмотреть в зеленоглазых котофеях самостоятельную породу поэтому причислили их племени классических сиамов с видоизмененным типом окраса стоит заметить что на европейских выставках ориенталов не особенно жаловали систематически дисквалифицируя усатых иммигрантов то за нестандартные окрасы то за изумрудный оттенок радужки у потенциальных владельцев животные тоже особого интереса не вызвали поэтому вплоть до начала 20 века ориентальных кошек разводили лишь увлеченные племенной деятельностью энтузиасты настоящий кризис свалился на тайских ушастиков в 1923 году после того как американский клуб сиамских кошек строго табуировал разведение любых разновидностей ориенталов за исключением голубоглазых особей с гималайским окрасом почти 30 с лишним лет ориенталы находились в подвешенном состоянии из клана сиамов их исключили но самостоятельной породой так и не признали вспомнили о котофеях только в 60-х годах британские и американские заводчики увлекшиеся экстремализации внешнего облика животных первоначально селекционеры планировали вывести еще одну разновидность сиамской кошки которая имела бы однородный окрас шерсти но при этом не потеряла бы изящество линий чтобы добиться поставленной цели ориенталов приняли скрещивать с абиссинами и другими короткошерстными породами 1977 год стал знаковым для ориенталов тогда подопечные американских заводчиков получили собственный стандарт внешности кстати первый свод породных характеристик разработанный для заокеанских мурок был почти полностью скопирован со стандарта сиамов а вот в британии азиатских котофеев чествовать не спешили и в течение долгих 20 лет присматривались к ним скурпулезно взвешивая все за и против в результате стать самостоятельной породой английские ушастики смогли только в 1997 году после их официального признания ориенталы типичные азиаты грациозные поджары с гипнотической силой нефритового взгляда отличительная черта этих харизматичных кис феноменальная пластика движений благодаря которой даже обычное подтягивание в их исполнении превращается в полноценный мастер-класс по йоге по типу шерсти ориентальные кошки делятся на коротко и длинно шерстных последняя разновидность появилась на свет в 60-х годах прошлого столетия в результате скрещивания короткошерстного ориентала с болинезом это болинезийская кошка как самостоятельная порода ориентальная длинно шерстная была представлена в 1977 году однако подтвердить свою самостоятельность на выставочных соревнованиях смогла только в 1997 самое примечательное в ориентальных кошках это удлиненный нос раскосые глаза и большие уши что вкупе и дает столь экзотический и немного комичный облик ну а что с характером этого котика с другой планеты если покупая малыша ориентальной кошки вы рассчитываете в будущем получить надменного диванного будду не надейтесь азиатский менталитет в этих котофеях спит беспробудным сном чистокровные ориенталы вполне контактные игривые питомцы до умопомрачения влюбленные в собственного хозяина восточное высокомерие и отстраненность им абсолютно не свойственны для ориентальных кошек характерное собакоподобное поведение это значит что куда бы хозяин не направился шерстяные йоды обязательно пристроиться сбоку чтобы контролировать каждый его шаг учитывайте и тот факт что покой с этими вечными двигателями прыгателями и бегателями вам будет только снится диваны для ориентальных кошек не среда обитания а удобный трамплин с которого так удобно взлетать на шкаф комод или карниз покорение высот которому котофеи так самозабвенно отдаются несет собой неизбежные разрушения в интерьере поэтому если разбитая питомцем вазочка способна всерьез испортить вам настроение восточную мурку лучше не заводить ориентальные кошки завзятые игроманы и эта зависимость не лечится так что прикупите питомцу побольше заводных мышек дразнилок и мячиков пусть развлекается в свое удовольствие с возрастом ориенталы не утрачивают интерес к играм поэтому даже пожилые особи с удовольствием гоняет по полу фантики бумажные шарики еще одной характерной особенностью породы является жгучие любопытство секретов какими бы незначительными ни не были ориентальные кошки просто не выносят содержимое любой закрытой емкости подлежит тщательному досмотру а захлопнутые двери в другую комнату и вовсе расцениваются как военная тайна которую необходимо раскрыть во что бы то ни стало ориентальные коты очень зависят от человеческого внимания одиночество не переносят с трудом так что перед покупкой тайского ушастика стоит основательно поразмыслить над тем кто будет оставаться с питомцем пока вы на работе что касается назойливого мяуканье на которое жалуются многие хозяева ориенталов то оно действительно имеет место поэтому разговорчивость породы придется принять как данность зато тембр голоса у этих кис более приятный чем у тех же сиамов большинство ориентальных кошек имеют яркую индивидуальность так например отдельные особи не очень расположены к детям в то время как другие наоборот относятся к юному поколению с большим снисхождением с другими котофеями ориенталы неплохо уживаются а вот собака могут испытывать легкое недоверие которое со временем проходит по мнению специалистов зеленоглазый азиат не должен быть единственным питомцем в доме потому что присутствие в помещении других животных помогает ему менее болезненно переносить разлуку с хозяином в наследство тайских предков ориенталом достались живой острый ум и отличные способности к обучению в частности котофей легко натаскать на портировку предметов а также на выполнение несложных команд что касается основ этикета то их питомцу придется прививать поскольку невзирая на достаточно высокий уровень интеллекта ориентальные кошки способны на мелкие пакости например маленькие ушастики обожают раскачиваться на шторах и копаться в цветочных горшках делают они это не из вредности а по недомыслию поэтому очень важно сразу указать котенку на недопустимость такого поведения наказывать а тем более бить животное последнее дело ориентальная кошка легко догадывается о собственных промахах опираясь только на интонацию вашего голоса так что используйте это качество на полную мощность строго прикрикните на разгулявшегося по столу усатого беспредельщика и выразительно пошипите на карабкающегося по портирам котенка можете быть уверены питомец интуитивно поймет чего от него хотят какого-то особенно и трудоемкого ухода ориентальные кошки не требуют за чистотой шорст китайские ушастики предпочитают следить сами что им кстати неплохо удается а вот сэкономить на покупке промышленного корма с ориенталом не получится пищеварительная система лопоухих тайцев просто не в состоянии нормально переварить продукты с вашего стола так что в случае с питанием у хозяина ориентальной кошки всего два выхода почивать питомца влажными консервами либо переводить его на сушку кстати сами кошки предпочитают первый вариант ну что вам понравился такое котик с необычной внешностью и азиатским паспортом пишите в комментариях для тех кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала может перейти на платформы бусти и patreon по ссылкам в описании там видео будет появляться раньше и без рекламы а возможно и видео которых не будет на платформе youtube надеемся что вы цените наш труд спасибо что посмотрели этот ролик не забывайте ставить лайки писать комментарии о том какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео там много интересного с вами канал о животных зу мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты любите природу вместе с нами до с